Приветствую вас. Ну, во-первых, ситуация заключается в том, что ваша проблема неверенности в себе это несколько отдельная тема для разговора, то есть ее обсуждать в рамках данного вопроса. Да, мне кажется, не совсем корректно, не совсем правильно, потому что неверенность в себе, если она у вас есть, если она у вас есть, к сожалению, вот, неверенность в себе это проблема, которая идет из детства. И работать с ней нужно исключительно в индивидуальном режиме, потому что по-другому ее никак не решить. Ну, то есть, это определенный процесс. Вот. А то, что касается непосредственно ситуации, то здесь я хочу сказать следующее. Что с точки зрения именно интимных отношений, да, вы мужчину скорее больше возбуждаете, чем не возбуждаете, потому что иначе бы он дольше с вами занимался эффектом. Вот. С другой стороны, с другой стороны, он, возможно, ждет от вас какого-то поведения, ну, именно вот по отношению к себе. То есть, он ждет, что вы, там, будете как-то ему подыгрывать, например, или что-то в этом роде. Вот. И из-за этого он, соответственно, не может дольше заниматься эффектом, хотя это, конечно, скорее отговорка, чем реальный факт. Потому что, ну, если, например, вы неопытный, да, то он вас выбрал, он знал, на что шел. Вот. И несколько странно, что сейчас он как бы жалуется на то, что это происходит. Если бы не хотел, ну, выбирал бы неопытную женщину, она бы выбрал, ну, значит, надо, как бы, уважать ее и себя, да. То есть, ее надо уважать, с больших раз, и свой выбор, в общем-то, тоже. А получается такая история, что он не уважает ни себя, ни вас. Вот. Себя не уважает, потому что выбор свой не уважает, как бы, подвергает его сомнению. А вас не уважает, потому что, ну, как бы, говорит об этом. Вот. С другой стороны, контекст, в котором вы об этом высказываетесь, на мой взгляд, не совсем ясен. Вот. Потому что, ну, здесь, может быть, как и плюс, так и минус. Вот. Ага. Как это мне видится? По крайней мере. Вот. Но вы это интерпретировали, конечно, в минус себе, потому что не уверены. в себе. Это, в принципе, понятно. Вот. То есть, ээээ. Вы интерпретировали это в себе в минус. Хотя, может быть, к вам никакого отношения это и не имеет вовсе. Вот. Но, вы сказали, что он вследует, понимаете? И вследует, значит, ему что-то не нравится все-таки. Вот. Но, может быть, имеет смысл как раз-таки разнообразить немножечко вашу интимную жизнь и показать, что вы можете сделать. Вот. С другой стороны, это все-таки звоночек в сторону того, что мужчина вас такой, какая вы есть, не принимает. Вот. Это довольно тревожно. Вот. Поэтому, я думаю, что вам вследует оставить его ответственность, его неудовлетворенность. Ему, вот, а в себе, в себя спросить, с чего вы хотите. Вот. То есть, если хотите, то можно, в принципе, что ты справишь, что-то поменять. Что-то поменять. То есть, можно, там, например, ну, изменить ваше интимное поведение, сексуальное поведение можно изменить. Вот. Это не проблема. Вопросом, чего хотите вы. Вот. Но делать это, делать это, в любом случае, нужно вам для себя. Я настаиваю, потому что будете делать для других и будете проигрыша, именно потому что все кончится разочарованием. Как правило, как правило, это заканчивается разочарованием, потому что, когда человек меняется для других, он ждет, что его будут ценить, он ждет, что его оценят, а когда его не оценивают, то, соответственно, он испытывает негатив. Вот. Если вы так не хотите, то, соответственно, я надеюсь, что определенные выводы для себя вы сделаете. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Правда, это даже не столько вопрос, сколько размышления, нет. Вот. Потому что, не совсем понятно. Контект, не совсем понятен процесс. То есть, тут может быть еще и такая история, что мужчина имеет в виду несколько половых актов, например, за ночь. Вот. И, соответственно, может быть, мужчина и мужчина имеют в виду, что больше одного раза с вами, и там ему не хочется, и для него это негативное, ну, негативное проявление. Вот. То есть, вид, конечно, еще раз повторю, очень мало контакта. Ну, а проблема вашей неуверенности в себе и того, что вот у вас первый, ваш первый мужчина, вот. То есть, даже не того, что это ваш первый мужчина, а скорее того, что, как вы это воспринимаете. Да. Вот. Эту проблему ее можно и нужно решить, но отдельно. Вот. Вот. Отдельно. наличие консультации, потому что дело здесь ни в коем случае не в, ну, не в молодом человеке, не в его обратной связи, а дело здесь именно в том, как вы воспринимаете то, что он вам говорит. То есть, на его месте мог быть любой человек, в принципе, вот. Абсолютно любой человек. Но вы восприняли именно вот негативное именно это, и если вы восприняли негативно именно это – значит, вы всегда себе сомневаетесь, а это значит, что… это значит, что есть проблема. Вот. И данную проблему нужно решать сама по себе она не решится, к сожалению. Вот. Поэтому, соответственно, подумайте как следует, и если вам интересно, то можно поработать в этом направлении. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.